Письмо Алексея Максимовича Горького Владимиру Ильичу Ленину 9 декабря 1919 года Петроград Дорогой Владимир Ильич, посылаю вам докладную записку петроградских ученых и убедительно прошу вас обратить на нее серьезное внимание. Положение ученых отчаянное. Я говорю главным образом о представителях положительного знания, не о гуманистах. Работают они превосходно, продуктивно, как никогда. И советская власть может не хвастая сказать, что за два года ее бытия почти во всех отраслях наук естественных достигнут целый ряд открытий и изобретений высокой важности. Если вы поручите кому-нибудь, человеку ученому и серьезному, а не Рязанову, например, составить перечень открытий и работ научных за два года, вас поразит обилие ценней фактов высокого практического значения. Этот перечень имел бы большое агитационное и моральное значение и в глазах людей антанты. Но все-таки ученые погибают с голода и холода. Необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать их здоровье и трудоспособность. Нужно дать им хлеба и дров. Сделайте что-нибудь в этом направлении. Когда-то социалисты обещали дать просторы свободу людям науки, обещали создать для них особо удобные условия жизни. Теперь речь идет только о красноармейском пайке. Засим несколько раз бывшие буржуи, люди, стоявшие во главе крупных торгово-промышленных предприятий, выражали желание заявить от их лица антанти, что они не считают Колчака, Деникина и прочих врагов советской власти, представителями действительных интересов страны и народа, хотя и не являются сторонниками коммунистов в их приемах управления страной. На службу советской власти они не идут потому, что считают большинство коммунистов бездельниками, неучами, а главное – ворами. Это совершенно справедливо. И сколь себе не странно, рабочие относятся к коммунистам так же отрицательно, как и бывшие хозяева их. Но дело не в этом, а в том, что все-таки эти люди выражают желание заявить антанти, что они отнюдь не являются сторонниками Деникина и Колчака. В нашей воле использовать это желание или отвергнуть его. Я говорю о людях, которых заграничный торгово-промышленный мир хорошо знает. Их голоса могут оказать весьма значительное влияние. И вы понимаете, конечно, что этим актом они накидывают на свою шею петлю. Колчаки и Деникины не простят им этого выступления. Далее посылаю доклад одной коммунистки, которая все время последнего наступления белых была на фронте. Она сама видела, как жестоко порит солдат, и ей нельзя не верить. Эта баба честная и не глупая. Нельзя ли не пороть? Она говорит, я бы ничего не имела против, если по роли коммунистов – это люди сознательные, они должны отвечать за свои поступки. Но истязать бессознательных людей – это значит внушать им ту же ненависть к революции, которую они питали к монархии. Я, конечно, не верю, что русский народ питал активную ненависть к монархии. Нет. Он просто терпел ее так же позорно, как ныне терпит бессмысленный и бездарный режим советской власти. Но я совершенно согласен с тем, что коммунистов необходимо пороть. Ах, какие это воры, если б вы знали! И какие подлые буржуи будут из них года через два-три! Засим, до свидания! Желаю всего доброго! Алексей Пешков Очень прошу, поставьте ученых более достойно, дайте им возможность работать. Примечание. Впервые опубликовано во Франции обзор славянских исследований, 1992 год, том 64. В нашей стране газета «Труд», 1993 год, 16 февраля. Вместе с письмом хранятся краткие машинописные справки на отдельных листках об успехах русской науки в области точных знаний, естественных наук, а также техники и медицины последних лет. В них сведения о направлении работ и достижениях физического института в Москве, работах в области использования водных сил, залежей торфа и сланцев, работах в области радиотехники, научных планах русского географического общества, исследованиях в астрономии, направлениях научной медицины, исследованиях в бактериологии, диагностике, психотерапии, задачах физиотерапевтического института имени Сеченова. Давид Борисович Рязанов, Гольдендах, годы жизни, 1870-1938, деятель российского революционного социал-демократ и профсоюзного движения, историк, библиограф, архивист, марксовет, основатель и первый руководитель института Маркса и Энгельса, директором которого был более десяти лет – 1921-1931. Вероятно, докладная записка петроградских ученых явилась одним из тех материалов, которые вызвали постановление Совета народных комиссаров РСФСР от 23 декабря 1919 года о выдаче усиленных пайков научным специалистам. У Горького несколько раз бывшие буржуи, люди, стоявшие во главе крупных торгово-промышленных предприятий, выражали желание заявить от их лица Антанты, что они не считают Колчака, Деникина и прочих врагов советской власти представителями действительных интересов страны и народа. Речь идет об инициативной группе по выработке декларации к странам Антанты о прекращении интервенции и возобновлении культурных связей Советской России. У Горького посылаю доклад одной коммунистки, о ком идет речь не установлено.